МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск и в начале коротко о главном. Более 8 тысяч госуслуг оказаны отделами РАКС с начала года. Подробности через несколько минут. Диагностическое обследование бесплатно. Кто из североказахстанцев может пройти медосмотр на магнитно-резонансном томографе? Наследники традиции. В одном из сел региона двое братьев разводят охотничьих собак и изготавливают изделия в национальном стиле. Касым Жумар-Тукаев в режиме видеоконференц-связи принял участие в церемонии открытия второго саммита организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Мероприятие под девизом «Наука, техника и инновации. Открывая новые горизонты» проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратах. Говоря о беспрецедентных вызовах современности, Касым Жумар-Тукаев призвал к принятию скоординированных действий для достижения стабильного и процветающего будущего для стран ОИС и всей планеты. Глава государства напомнил, что исламский мир являлся ядром научной мысли. По его убеждению, нынешняя историческая миссия организации заключается в движении вперед по пути научного прогресса, отдавая дань уважения великим личностям прошлого. Президент выразил признательность государством ОИС за принятие на 47-й сессии Совета министров иностранных дел организации специальной резолюции по случаю 1150-летия великого мыслителя Абу Насыр Аль-Фараби. Президент Касым Жумар-Тукаев принял председателя агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Телембетова. Сообщается, что Токаеву была представлена информация о ходе разработки национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, предпринимательства, обеспечения устойчивого экономического роста, развития регионов, инноваций и науки, а также агропромышленного комплекса. Касым Жумар-Тукаев отметил, что национальные проекты должны стать инструментами изменений с конкретными показателями, влияющими на улучшение жизни казахстанцев. Депутат Мажелиса Аманжан Жамалов призвал правительство усилить работу по сдерживанию цен на продукты. Соответствующий депутатский запрос вице-премьеру Роману Скляру и главе агентства по защите и развитию конкуренции Серику Жумангарину он зачитал на заседании Мажелиса. По его словам, в первую очередь для борьбы с инфляцией нужно разобраться с монополиями и картелями. Также он призвал изменить действующие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе со спекулятивным повышением цен, а также разработать предложения по увеличению адресной социальной помощи или введению продовольственных сертификатов для социально уязвимых категорий населения. В преддверии дня медработника в библиотеке Ельбасы прошла встреча под названием «Призвание дарить жизнь», героями которой стали известные врачи, добившиеся успехов в организации здравоохранения. Выступая перед врачами, министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что мероприятие, организованное в стенах здания библиотеки Ельбасы, для врачей большая честь. На встрече также в онлайн-формате выступили медицинские работники и организаторы здравоохранения регионов. Для участников была проведена экскурсия по экспозиции Музея библиотеки и организована концертная программа. Сегодня отделами РАКС все госуслуги, а их 8, оказываются в электронном формате. Больше всего заявлений поступает на регистрацию свидетельства о рождении ребенка, заключении и расторжении брака и выдачу повторных свидетельств. Главные преимущества такого формата получения услуги очевидны – экономия личного времени и избежание очередей. Одним из последних новшеств в работе РАКС стала выдача повторных свидетельств и справок по экстерриториальному принципу. Это значит, что жители Казахстана могут заказать ту или иную справку независимо от местонахождения. Для этого нужно лишь подать заявление через yegov.tz и получить в пятидневный срок повторный документ. Одна из основных изменений – это отмена регистрации установления, усыновления. Раньше, если гражданину выдавалось два документа, сейчас в данный момент выдается только один документ. На основании совместного заявления и по решению суда вносится в актовые записи о рождении только выдается один документ. И по расторжению брака тоже были внесены изменения. Это отмена регистрации расторжения брака на основании решения суда. Сейчас, в данный момент, люди могут с этим решением, она является подтверждающим документом, вступившись в законную силу решения суда, на основании этого документа могут идти поменять фамилию, удостоверение получить, какую фамилию оставили после расторжения брака. На сегодняшний день из 545 тысяч североказахстанцев 82% зарегистрированы в системе обязательного социального медицинского страхования. Все они могут бесплатно получить несколько видов услуг в лечебных учреждениях. Среди них и прохождение диагностического обследования на магнитно-резонансном томографе. В настоящее время в областном центре насчитывается пять таких аппаратов. Где они установлены, узнаем из материала моих коллег. Многопрофильная областная больница имеет два магнитно-резонансных томографа. Приобрели их в 2008 и 2020 годах. С помощью аппаратов, произведенных в Германии и Франции, можно в кратчайшие сроки проверить брюшную полость, нервную систему, распознать различные новообразования. Такое диагностическое обследование может занять от 40 минут и более, по словам врачей. В настоящее время они успевают принять 25-30 человек в день. На данный момент наш аппарат работает практически 7 дней в неделю для пациентов, как застрахованных, так в рамках ОСМС, так и для пациентов вне ОСМС. Мы выделили специальный день, это у нас воскресный день, когда мы проводим пациентов вне ОСМС. Остальные 6 дней у нас пациенты обслуживаются полностью. График работы аппарата – это с 8 до 5 часов. Работают две бригады на одном аппарате. Для диагностического обследования необходимо направление из прикрепленного лечебного учреждения. В целом, для прохождения этой процедуры поступают заявки не только из Петропавловска, но и от жителей районов. Любовь Пунько – жительница Петропавловска. Женщина должна была пройти обследование в августе. Мы позвонили из больницы и сказали, что ее очередь уже подошла. Очередь сдвинулась намного по направлению. У меня два направления – это головной мозг и сосуды. Мне нужно именно здесь, в областной, сказали, поэтому вот сюда. Я очень рада, что позвонили мне, что очередь настолько сдвинулась, потому что ждать очень долго. Еще один магнитно-резонансный томограф находится в филиале ТО «Зейн-Инвест». Специалисты частного диагностического центра принимают жители области круглосуточно. За 24 часа не успевают обслужить 30 человек. В начале 2021 года мы разместили заказ на заводе «Дженерал Электрик» во Франции на изготовление магнитно-резонансного томографа мощностью полутора Тесла. В середине марта он был изготовлен, мы его привезли сюда, инсталлировали, все сделали. И с 20 мая мы начали уже пробно работать. Пока шла инсталляция, и после нее приезжал специалист из Москвы специально обучал наш персонал. И в данном месте даже сейчас находится уже второй этап обучения для нашего персонала. А также специалисты из Москвы сейчас обучают дополнительным навыкам работы на аппарате 2021 года. Прибор для точного выявления различных заболеваний доступен в медицинском центре медиков «Форты» в диагностическом «Веснет» Петропавловск. В этих учреждениях в день принимают около 20 наших земляков. Получить нужно эти услуги всем застрахованным гражданам в нашей области бесплатно по направлению, по показаниям, которые есть. Если есть показания и направления, человек идет бесплатно, записывается. Раньше были проблемы с этим, потому что была загруженность на базе областной больницы. И в настоящее время совместно с работой, наверное, Акимата, управления здравоохранения, и поликлиник всех, и городских, и районных. На сегодняшний день вся очередь, которая у нас на базе, например, областной больницы, она уже перераспределена. В настоящее время в областном центре имеется пять магнитно-резонансных томографов. В ближайшее время планируется закупить два диагностических аппарата для многопрофильной городской и областной детской больницы. Анастасия Дроняк, Майгульсельбек, Рустам Тлеужанов, Служба новостей. Массовая вакцинация против COVID-19 продолжается. В областном центре в тизиопульмонологии, в состав которого входит новая модульная инфекционная больница, 606 сотрудников. Из них 480 работников здравоохранения получили прививки. Вакцины против COVID-19 безопасны и помогают предотвратить развитие тяжелой формы заболевания или летального исхода. После вакцинации сотрудники испытывали слабо выраженные побочные эффекты, которые свидетельствуют о развитии в организме защитного ответа. Среди всего общего количества сотрудников 464 – это медицинские работники. Они вакцинированы 407. Процент очень высокий – около 90%. А в модульной инфекционной больнице процент вакцинации составил 94. И во время кампании вакцинации массовой наших сотрудников мы проводили мониторинг побочных действий вакцинации. Коллектив областной универсальной библиотеки имени Сабита Муканова организовал онлайн-лекцию ко дню медицинского работника. В ее рамках специалист ВШМ рассказал о работе людей в белых халатах. Медицинская школа открыта в 2018 году в Североказахстанском университете имени Монаша Козыбаева. Здесь сейчас обучаются 513 человек. 249 из них – иностранные студенты из Индии и Бангладеша. На факультете функционируют две кафедры – фундаментальная медицина и клинические дисциплины. Преподают учащимся практикующие врачи из медицинских организаций. Студенты осваивают профессии врачей, общей практики и фармацевтов. 30 лет своей жизни Светлана Михайловна посвятила себя этой непростой профессии. За это время она работала во многих организациях. Для специалистов, отвечающих за здоровье и жизнь человека, это важно и необходимо. Не секрет, что наша область нуждается. Острый дефицит в кадрах, в врачебных кадрах. Поэтому, как нельзя, точно, стратегически, можно так сказать верно, именно открытие факультета в нашей области. С 9 по 30 июня в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Его цель – профилактика преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и в сфере семейно-бытовых отношений. Что делают полицейские для решения этой проблемы, вы узнаете далее. За неделю проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские проверили по месту жительства 4300 подучетных лиц. Среди них свыше 500, в отношении которых вынесены защитные предписания. Свыше 300 – неблагополучных семей. В комиссию по делам несовершеннолетних направлено 12 материалов на лишение или ограничение родительских прав. А вот в этом доме уже ждут возвращения ребятишек. Мама рассталась с пьющимся жителем, решила бытовые проблемы и устроилась на работу. Потом нам надо будет решать вопрос, чтобы забрать уже детей. Там сроки подходят? Дети уже сколько там находятся? Свыше 2000 проверенных лиц – алкоголики. К слову, за время проведения оперативно-профилактических мероприятий подготовлено 15 материалов для направления на принудительное лечение. Среди них не только мужчины. Я вот ради дочери теперь, чтобы это не повторилось то, что у меня было. Я жить хочу со своей семьей, со своими внуками. За неделю операции в области зарегистрировано 301 правонарушения в сфере быта. Из них 147 фактов самостоятельно установлены сотрудниками полиции в ходе проверок. Одним из рычагов воздействия на семейных дебоширах является вынесение защитного предписания и установлено особых требований к поведению правонарушителя. Так, в период ОПМ вынесено 92 защитных предписания, судами установлено 35 особых требований к поведению правонарушителя. Всего с начала оперативно-профилактических мероприятий выявлено 860 административных правонарушений, половина распития алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. 212 родителей допустили ночные гуляния подростков. 14 человек нарушили защитное предписание, за которое предусмотрено предупреждение либо арест до пяти суток. Ко всем нарушителям применены меры административного воздействия. Мадина Нуркина при содействии департамента полиции. Забыла о ребенке. Мама двухлетнего потерявшегося ребенка найдена. Ранее один из жителей рабочего поселка обнаружил мальчика вблизи своего дома. После чего сразу обратился в полицию. В отношении родительницы собран материал для привлечения ее к административной ответственности. По статье 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию или образованию. Защите прав интересов несовершеннолетнего. Для вынесения обстоятельств 24-летнюю женщину доставили в городское управление в полицию. Спустя сутки в 23.00 данная гражданка была установлена. Она является жительницей сельского района. Находилась у знакомых. Получается, ребенка она самостоятельно разыскать не пыталась. Находилась в состоянии алкогольного опьянения, легкой степени. Необходимо отметить, что ранее данная гражданка уже привлекалась за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. У нее имеется двое малолетних детей. Один из которых проживает с матерью. Ребенок сейчас находится в детско-областной больнице. Жаркая, без дождей погода и тополиный пух стали причинами частых пожаров. Только за две недели в Петропавловске зарегистрировано два возгорания. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям, перешедшего в более интенсивный режим деятельности, проводят разъяснительную работу с населением. Огнеборцы предупреждают, виновники пожара будут привлечены к ответственности. Однако, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Именно детская шалость приводит к возгоранию тополиного пуха и быстрому распространению огня, говорят спасатели. Но и взрослые не отстают. Бросая курки, проявляют беспечность и бескультурия. А главное, подают плохой пример молодым. Так, несколько дней назад на одной из улиц поселка Заречный в Петропавловске произошел пожар в хозпостройке. В результате сгорел подъезд и стена жилого здания. В связи с этим управление по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать меры предосторожности. С начала 2021 года на территории города Петропавловска произошло 106 пожаров. В результате пожаров у нас погибло 8 человек, 19 человек травмированных. Из травмированных у нас 9 человек. Сейчас на данный момент, с 15 апреля на территории города Петропавловска у нас объявлен пожароопасный период. Так как у нас есть повышенная температура на территории города, сильная жара, также в ближайшие дни у нас ожидается самое наибольшее повышение температуры до 38-40 градусов. Участились случаи возгорания, загорания травостоя, пуха. В результате неправильного использования розжига костров, мангалов и так далее. Также участились случаи поджигов непосредственно самого пуха, который находится вдоль дорог, на придворовых территориях, на частных придворовых подворьях. Производится их поджиг, люди не успевают контролировать его, в результате чего у нас происходит возгорание. В результате поджига пуха у нас на территории города произошло уже два пожара. В результате пожара у нас пострадало три хозпостройки, одна веранда и один жилой дом. Представители регионального филиала Каз-Дидромет посетили село Чаглы Акаинского района. Специалисты представили фермерам сайт Агродата и объяснили, как он работает. Теперь с помощью него фермеры могут легко и бесплатно получить любую информацию о погоде. В период с 2019-2020 в Североказахстанской области реализован пилотный проект по обслуживанию фермерских хозяйств. На сайте agrodata.kyz фермеры смогут узнать параметры влажности почвы, благоприятное время для посева, прогноз погоды и многие другие факторы. Это позволит улучшить качество урожая и увеличить его количество. Разработчики отмечают, приложение доступно любому пользователю. В этом приложении публикуется фактическая информация и прогностическая. Это фактическая информация о погоде, которая обновляется каждые три часа. Данные публикуются с государственной сети наблюдений, а также прогнозы погоды разной заблаговременности от прогнозов на ближайшие сутки и до месячного прогноза. С его помощью более 80 сельскохозяйственных структур получили стопроцентные точные погодные данные, пригодные для посева и уборки урожая. Эта страница пользуется большим спросом в Казахстане. По этой причине в настоящее время разрабатывается приложение. При скачивании оно доступно без интернета. Мы увидели, насколько эта информация востребована. Более того, некоторые хозяйства подтвердили, что себестоимость продукции с использованием агрометеорологической информации сокращается до 50%. Она должна быть максимально доступна для фермеров. Поэтому по поручению министра экологии, господина Мирзагалиева, мы разработали в прошлом году это веб-приложение. То североказахстанская опытная станция среди тех, кто воспользовался сайтом. В настоящее время компания сеет несколько сортов пшеницы, подсолнечника и гороха на 35 гектарах земли в районе села Чаглы Аккаинского района. Сейчас мы занимаемся размножением своего собственного сорта. Это сорт Семенова, его уже заявляли в области. Сейчас он находится на оригинальном размножении. На следующий год уже выйдет в производство, на производственные масштабы. Этим приложением в этом году начали пользоваться. То есть для себя мы его пользу уже оценили. То есть очень много данных, особенно в текущих условиях, условиях засухи, очень много данных мы используем для себя, то есть в своей агрономической работе. В целом для прогнозирования погоды в стране действует 209 агрометеорологических пунктов, в том числе 121 метеорологическая станция и 88 агрометеорологических постов. Айман Кузимбаева, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В Северном Казахстане насчитывается 112 населенных пунктов, которые подлежат трансформированию. Численность жителей в них составляет не более 50. К тому же в регионе остается село, где проживает всего один человек. Таковым является село Аман-Дель-Ды Жамбылского района. Наши корреспонденты посетили его единственного жителя. Некогда пышущая жизнью деревня теперь едва ли может называться таковой. Все, что осталось, это обломки местного клуба, школы, магазина и медицинского пункта. Когда все переезжали, Адильхан Байтасов принял решение остаться на родной земле. Теперь его единственный компаньон – это конь. К слову, на жизнь мужчина зарабатывает разведением лошадей. В населенном пункте нет воды, но есть электричество. Когда Адильхан болеет, лечит себя сам. Да и ремонтирует машину тоже самостоятельно. Родителей перевез отсюда. Кто знает, вдруг возникнет сложная ситуация. А в городе я жить не могу. Работы нет. Зарабатывать деньги там не получится. Здесь же у меня есть лошади, которые меня кормят. Куда я их дену? Сегодня в регионе расположено 635 сел. 112 из которых могут быть расформированы. Суммарно в них проживает более 2500 человек. Во многих нет даже школы. Мониторинг проводится в начале года, согласно данным районных акиматов. За последние 5 лет 38 населенных пунктов Сироконстанской области расформированы в соответствии с законодательством. Адильхан не планирует покидать дом. Наоборот, мужчина уверен, что рано или поздно люди вернутся на родную землю. А пока он продолжит сохранять жизнь в селе Амангильды. Тамерлан Тлеубаев, Эльмира Каленова, Ерлан Калиев, Служба новостей. Национальная охота, разведение тазы, изготовление традиционных изделий. Сегодня это несколько забыто. Однако продолжатели есть. Их увеличение перевросло в дело. И герои нашего сюжета уже сейчас активно развивают эти ремесла. С братьями Калдыровыми познакомился наш корреспондент. Тазыли – среднеазиатская борзая порода охотничьих собак. Они предназначены для конной травельной охоты, выносливые, способных к длительной скачке. Наш герой Ураз Калдыров специально привез этих четвероногих охотников из Юськоминогорска. Однако, по словам Ураза, сегодня есть некоторые проблемы в поиске, регистрации, получении документов на эту породу. Хорошо бы иметь государственную поддержку. Есть ребята, которые развивают тазы. У всех одна и та же проблема – документация. Я отвез этих двоих в столицу и задокументировал их. И считаю, что в Петропавловске нужно проводить выставку таких собак. У Ураза около 20 скакунов. Он выбирает лучших и отправляется на охоту. Вместе с ним его надёжные четвероногие борзые. Брат Ураза Булат Калдыров – мастер резьбы по дереву. Изготавливает изделия в национальном стиле. Этим ремеслом я занимался ещё до армии. После возвращения устроился на госслужбу. Проработал три года, но опять вернулся к этому. По словам мастера, в начале заказов было мало. Но, несмотря на трудности, Булатбек не сдавался. Сейчас уже видны плоды его труда. Теперь это бренд. Братья намерены продолжать и развивать своё дело. Старший Ураз Калдыров планирует увеличить поголовье лошадей и борзых. А младший брат Булат – расширить мастерскую и привлечь к этой профессии как можно больше сельской молодёжи. На этом наш выпуск подошёл к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.